Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас семинарское занятие. На семинарском занятии полагается выступать слушателем. Кроме слушателей очного отделения, у нас есть слушатели заочного отделения и их гораздо больше. Всего, если не ошибаюсь, более 800 человек. Они, в том числе, присылают контрольные работы. Докладываю вам, что сегодня мы будем обсуждать работы тех слушателей, которые были получены по состоянию на вторник утра. Вот более 100 работ. Все остальные работы также будут проверены. Не беспокойтесь. Но, во всяком случае, есть материал для работы. Общее впечатление следующее. Все, без исключения, слушатели отнеслись ответственно. Таких работ, когда, знаете, вот некоторые нерадивые студенты с интернета скачают, не задумываясь, что, зачем, почему, таких работ нет. Все подошли сознательно, творчески. Забегая вперед, есть совершенно правильные ответы. Есть и ответы, с которыми можно поспорить. Есть и ответы неправильные. И это не значит, что мы будем ругать тех, те работы, где какие-то ошибки. На ошибках, как говорится, учимся. Идем вперед к истине. Значит, были даны шесть вопросов. Нужно было выбрать как минимум два или три. Два вопроса. Ну, как минимум треть слушателей ответил на все шесть вопросов. Молодцы. Поэтому, давайте пойдем. По списку. Как прислали, так и начинаю зачитывать. Сиротин Михаил Сергеевич, город Саратов. Первый вопрос звучал. Дать понятие капиталистическому производству. Так вот, Михаил Сергеевич совершенно правильно отвечает. Капиталистическое производство – это товарное производство на той стадии, когда рабочая сила становится товаром. Поэтому товарное производство приобретает всеобщий господствующий характер. Очень коротко и ясно. Вот вы уже прошли занятия по науке логики. Правда, вы еще проходили учение о сущности. До понятия, я так понимаю, не дошли. Ну, что такое понятие? Ну, это такое бытие, через которое сущность просвечивает, образно говоря. Так вот, в определении или в понятии капиталистического производства, которое представил слушателю, мы эту сущность видим. Еще раз, товарное производство на той стадии его развития, когда рабочая сила становится товаром и все. Вот некоторые любят говорить, капиталистическое производство – это вот такое производство, где присутствует эксплуатация и прочее, прочее, прочее. Но это уже потом будет вытекать, когда мы будем раскрывать все признаки капиталистического производства. Потому что эксплуатация на основании чего происходит? На основании купли-продажи, рабочей силы и потребления в процессе производства. Идем дальше. Второй вопрос был. Основной экономический закон капитализма – это закон стоимости. Коротко, но совершенно ясно. Вот здесь мы должны остановиться, потому что у многих слушателей, ну, наверное, не у одного десятка. Изложена другая позиция. Ну, в частности, я, так сказать, забегаю вперед. Вот основной экономический закон капитализма. Некоторые трактуют как содержание этого закона в производстве максимума прибавочной стоимости и присвоение ее капиталистами путем увеличения численности наемных работников и усиления их эксплуатации. Некоторые пишут об основном экономическом законе капитализма как некоем законе прибавочной стоимости. Поскольку это типичное явление, я считаю, необходимо остановиться на этом вопросе. Почему? Да потому что это водораздел. И правильное понимание основного экономического закона капитализма, оно переведет к дальнейшему уже при построении развития коммунистического общества. А вот неправильное его понимание, оно привело к тому, что мы этот социализм в нашей стране потеряли, он был разрушен. В чем здесь дело? Ну вот, если вы брали в руки учебники советского периода, я бы даже так назвал, периода СССР, учебники политической экономии, капитализма и социализма, что там было написано? Основной экономический закон капитализма – это закон прибавочной стоимости. Ну а дальше уже там все это раскрывали, описывали, что прибавочная стоимость – это часть вновь созданной стоимости, которая создается трудом рабочего и безвозмездно присваивается капиталистам. А вот закон стоимости вводили как-то за скобки туда. Закон стоимости – это хорошо. Это закон товарного производства. А вот применительных социализм делали такой выверт, что при социализме используются товарно-денежные отношения. Соответственно, используется закон стоимости. И давайте шире использовать товарно-денежные отношения и закон стоимости. И это было написано в хрущевской программе КПСС. Затем было реализовано на практике в экономической реформе 1965 года. Чему привело, мы знаем. Это привело к разрушению советской экономики и социализма в целом. Потерю всех социалистических заяваний, переходом, обратным возвращением капитализма. Значит, как здесь правильно, как постановка вопроса Марксом и Энгельсом. Дальше. Что такое, давайте вспомним, что такое закон как категория? Вы уже должны это знать, поскольку прошли занятия по науке логики. Закон как раз, когда у нас появляется в учении о сущности. Две недели назад учение о сущности вы разбирали. Кто может вспомнить, что такое, подсказать, что такое закон? Спокойное явление. Совершенно правильно. Спасибо. Ну, первоначально Гегель определяет закон как постоянный, так сказать, образ изменчивого явления. Затем это спокойное явление. То есть, есть мир явлений, такой беспокойный, изменяющийся, и нечто спокойное. Спокойное явление – это закон. Законы образуют систему законов. Вот у Гегеля есть такое понятие, он говорит, царство законов. Ну, а так мы, так сказать, в науке используем, есть закон, основной экономический закон, система законов и система законов. Что такое основной экономический закон? Или просто основной закон? Это закон, который лежит в основе всей других экономических законов. То есть, все остальные экономические законы находятся в нём, но ещё в неразвитом виде, как бы в себе. А все остальные экономические законы, они являются производными от основного экономического закона. Ну, вот если вы уже прочитали капитал Маркса, какие вы там, с какими сталкивались, или с какими законами вы встречали? Ну, какие есть экономические законы? Ну, закон стоимости есть. Раз. Закон. Всеобщий закон капиталистического накопления. Всеобщий закон капиталистического накопления. Капиталистический закон народонаселения есть. Ну, кто зашёл до третьего тома, там есть. Народный прибыль. Как он правильно формулируется? Закон, тенденция, средние нормы прибыли к понижению. Совершенно верно. То есть, очень много экономических законов. И они образуют систему законов капиталистического способа производства. Ну, какой основной экономический закон? Что лежит в основе? Совершенно верно. Почему? Когда он появляется, обнаруживает себя. Когда товар появляется. Чего? Совершенно верно. Спасибо. Вы на правильном пути. То есть, чего? Вот первая фраза, с которой начинается первый том капитала. Что богатство капиталистических обществ представляет себе скопление товаров. А товар его элементарная клеточка. И начиная, так сказать, исследовать, рассматривать товар, Маркс совершенно верно. Видит, значит, потребительную стоимость, именовую стоимость, из-за именовой стоимости, стоимость, соответственно, закон стоимости. Закон определения стоимости общественно необходимыми затратами труда. Вот он, основной экономический закон. И затем уже, развивая, раскрывая систему экономических категорий и законов капитализма, выводятся все остальные экономические законы. То есть, капитализм покоится на законе стоимости. И вот, возвращаясь к первому вопросу, что такое капиталистическое производство? Это товарное производство? На определенном этапе развития, когда, так сказать, товаром становится, рабочая сила, и все покоится, или в основе имеет закон стоимости. Ну, вот такое, так сказать, насколько мог популярно изложить, ну, пожалуйста, вы можете открыть антидюринг. Фридрих Энгельс, соратник, единомышленник, сподвижник Карла Макса. У него там прямо сказано, что закон стоимости является основным экономическим законом товарного производства, запятая, следовательно, и высшие его формы капиталистического производства. А у закона прибавочной стоимости, ну, вот вообще нет. Специально, когда много лет назад, мы большой, так сказать, группой товарищей пытались найти этот закон прибавочной стоимости, вот я лично перелистал, капитал Маркса не нашел. Так сказать, это изобретение вот тех экономистов, которые, по сути, являются ревизионистами. Вот законы производства прибавочной стоимости у Марса есть, их там несколько. Законы производства прибавочной стоимости – это есть, их несколько, вы можете прочитать, а вот законы прибавочной стоимости – это нет. Второй момент. Есть цель производства. Это же разные вещи, скажем, основной экономический закон и цель производства. А вот цель производства – это производство прибавочной стоимости. Здесь совершенно правильно. Вот делали такую подмену. И что произошло в период СССР? Ну, шла борьба между сторонниками, скажем, непосредственно общественного социалистического производства, теории, и его сторонниками вот этого рыночного социализма, так называемого социалистического товарного производства. Вот, что вот эти представители, вот эти концепции, теории социалистического товарного производства делали? Вот, милуем сердцу товарное производство. Но как-то говорить о том, что есть товар рабочей силы, нехорошо. Прибавочная стоимость эксплуатации нехорошо. Они сделали две вещи. Вот при социализме есть товарное производство, но оно хорошее. Они просто слово социалистический ко всем категориям приделывали. Товар социалистический, цена социалистическая. Что еще там у нас? Деньги, социалистические деньги. Все социалистическое, все хорошее. И закон стоимости, соответственно, социалистический. И вторую вещь, что они делали. А как вот быть с прибавочной стоимостью и с товаром рабочая сила? Как тут нехорошо? Ну, никак не вяжется. Просто взяли, отрезали и выкидывали. Ну, нет товара рабочая сила. Рабочая сила не товар при социализме. А почему? Никто не объяснял. Просто выкидывали все. И прибавочной стоимости нет. Ну, даже логически давайте порассуждаем. Если продукты труда при социализме являются товарами, так? Трудящийся, рабочий приходит. Что нет? Покупает товары. Товар – это что такое? Продукт труда, предназначенный для обмена. На что тогда обмениваются эти товары? На рабочую силу. Значит, рабочая сила неизбежно, надо было признавать, что рабочая сила является товаром. Если рабочая сила – товар, пожалуйста, прибавочная стоимость, эксплуатация и прочее. Ну, вот, казалось бы, такая теоретическая ошибочка. Но за этой теоретической ошибка, сознательно, бессознательно – это второй вопрос. Последовали практические решения к тому, что закон стоимости и так называемые товарно-денежные отношения были поставлены во главу угла. А вот реформа 65-го года, она как раз сделала упор на эту товарность, объективно присущую в первой фазе социализма. Ну, а дальше все пошло, как полагается. Если мы сделали упор на товарность, то и неизбежно пришли к какому же? К развитому товарному производству. Что имеем сейчас? То есть капитализм. Так, идем дальше. Зачет. Так, Аникина Анастасия, Москва. Очень коротко и понятно. Есть. Владимиров Роман Львович, Амстердам. Отвечает на вопрос «Рабочий день при капитализме». Необходимый прибавочный труд, норма прибавочной стоимости. Хороший ответ. Сразу видно, что товарищ вдумчивый, рассуждает. Но я думаю, можно с ним и поспорить. Что пишет Роман Львович? Пожалуй, рабочий день остается рабочим днем при любом способе производства. Меняется лишь способ деления его продолжительности на необходимое время и прибавочное время. Ну, вот у меня два, так сказать, здесь поправки или замечания. Меняется не только способ деления его продолжительности на необходимое рабочее время. Вообще, содержание меняется. Совершенно верно. Ну, прекрасный пример – феодализм. Там же тоже было деление, скажем, рабочей недели на необходимый труд и прибавочный. Но форма социально-экономическая, она была другая. Там вот эта эксплуатация была разделена во времени и пространстве. Вот это количество дней в неделю от работы иди на помещика, на феодала. А вот это количество дней отработано себя на том участке и на этом. При капитализме все это прикрыто формой купли-продажи. А вот сейчас дойдем. Сейчас. Вот как раз вы как раз следуете по логике вопроса и задаете правильный вопрос. А что при социализме? Вот будет необходимо и прибавочное время. Вот если вы внимательно будете читать «Капитал», у Маркса есть много мыслей и высказываний относительно будущего коммунистического общества. То есть, я повторяю, Маркс никогда не жил при коммунизме. И вообще, так сказать, это было потом уже, через несколько десятилетий. Но поскольку он анализировал, раскрывал закономерности, так сказать, капитализма, то он, и, так сказать, это истинное было, он делал правильные выводы отношения будущего общества. Вот он сделал такой вывод, что в будущем обществе не будет деления, в коммунистическом не будет деления труда на необходимый и прибавочный. Просто понятие «необходимый труд» расширит свои границы. Ну, не будет же капиталистов, правильно? Значит, не будет прибавочной стоимости, не будет прибавочного времени. Всё будет необходимое. Просто в этом необходимом рабочем времени, в необходимом продукте, помимо того, что пойдёт, скажем, на заработную плату, нужно будет выделять какую-то часть продукта на содержание пенсионеров, какую-то часть продукта выделять на развитие производства, какую-то часть продукта, на создание резервов и прочее, 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 прочее. Вот такая позиция Макса. И так же было в Советском Союзе? Нет, было деление на необходимый и прибавочный труд. На фонд потребления, фонд накопления, но это уже вторичный. Товарные формы существовали, но они имели, сказать, совсем другое содержание. У нас была цена, но у нас была плановая цена, слово цена присутствует. У нас же было понятие в СССР и в советский период, и в переходный период к капитализму, капитальные вложения, вложения капитала, да, капитальные вложения, но это же были, не соответствовали понятию, скажем, капитала. Совершенно верно. Идём дальше. Так, слушатель пишет. Я, как ни старался, не понял, почему он расписывает, что такое норма прибавочной стоимости. Совершенно правильно. Норму прибавочной стоимости Маркс определил как отношение прибавочной стоимости к стоимости рабочей силы. Если вы помните, мы, так сказать, на прошлом занятии эту формулу писали. Латинскими буковками М относятся к В. Вопрос у слушателя. Я, как ни старался, не понял, почему бы не взять числитель М плюс В и разделить на В. В этом случае получается нормированная от нуля до единицы величина. Если возможно, было бы интересно услышать соображение коллектива Красного университета на этот счёт. То есть вопрос не только к преподавателю, но и к вам. Вот как вы могли бы ответить? Повторите, пожалуйста, ещё, как он предлагает М плюс В к числителям? Да, если нетрудно кому-то подойти, вы сможете, да? Как вас зовут? Будьте добры. Норму прибавочной стоимости, напишите, обозначается буковкой М штрих. М штрих равняется... Так вот, пишет хорошо, вот этот. М штрих равняется... В числителе М прибавочная стоимость. Знаменатель В умножить на 100%. Где М – это прибавочная стоимость, а В – это переменный капитал или стоимость рабочей силы. Что предлагает слушатель? Он предлагает в числителе взять М плюс В. Его формула. В числителе М плюс В, а знаменатель только В. А, спасибо. Ну, так, кто может? Ну, как все можно? Ну, что, можно? Ну, все можно. Ну, это будет что-то новое. Значит, давайте так. Какие мысли? Это будет доля прибавочной стоимости на единицу стоимости рабочей силы. То есть, сколько в часе получается... Это равно же не прибавочная стоимость. Ну, как в детской игре – тепло. Нет. Теплее. Значит, давайте еще раз. Как называется вот этот показатель? Норма чего? Прибавочной стоимости. Значит, речь идет о чем? О прибавочной стоимости. А что такое М плюс В? Это сумма прибавочной стоимости и стоимость рабочей силы. Как это называется? Нет, как это называется? Зарплата. Нет. Нет, это рабочий день весь получается. Ну, как бы прибавочная стоимость. За рабочий силы – это за весь рабочий день. Что создают рабочие за весь рабочий день? Продукты. Стоимость. По стоимости. Какую? Общую. Как? Выработка. Полную стоимость. Нет. Прикрепительность. М плюс В – это вновь созданная стоимость. Вновь. Стоимость товара, обозначается буковкой W, состоит из C плюс В плюс М. Есть необходимость написать, чтобы вспомнить? Нет. Так вот, своим конкретным трудом рабочий переносит стоимость средств производства на готовый продукт. И абстрактным трудом создают новую стоимость. Вот В плюс М – это вновь созданная стоимость. Поэтому слушатель просто предложил какой-то новый показатель отношения к вновь созданной стоимости, к стоимости переменного капитала. А норма прибавочной стоимости, какое имеет второе название? Степень эксплуатации. Почему? Почему? Он отказал отношения за затрат, чтобы облачено рабочим, к прибыли. Во сколько раз больше их заставляют работать, чем надо. Вот Маркс назвал норму прибавочной стоимости точным выражением степени эксплуатации. Точным. Ну почему? То есть рабочий за рабочий день создаёт эквивалент стоимости своей рабочей силы и прибавочную стоимость. То есть вновь созданная стоимость чётко делится на две части. Совсем по-простому. На заработную плату, которая идёт рабочим, и на прибавочную стоимость, которая создаётся трудом рабочего, но безвозмездно присваивается капиталистам. Безвозмездно. Поэтому отношение того, что безвозмездно присваивается капиталистам, но создаётся трудом рабочий, к тому, что создаётся трудом рабочий и попадает ему, это характеризует степень эксплуатации. Вот мы с вами, кстати, можем посчитать, какая степень эксплуатации у нас в стране. Значит, по расчётам доктора экономической наук Мазура Олега Анатольевича, у нас в стране, рабочий работает на себя один час при восьмичасовом рабочем дни. Семь часов работает на капиталиста. Вот Виктор Георгиевич Долгов, тоже профессор, доктор экономических наук, один из создателей теории потребительной стоимости, рассчитывал, что 40 минут рабочий работает на себя. Семьсот процентов. Да, семьсот процентов. Один из наших слушателей, сейчас её попытаюсь найти, очень многие не просто ограничились ответами на поставленные вопросы, но что-то добавляют в себя, включая, даже цитировали классиков русской литературы. Замечательно. Габдульбаров Айрат Толгатович, из Казани. Вот сделал такой расчёт. Нормы прибавочной стоимости. Я процитирую. Приведу данные российского статистического ежегодника за 2017 год по отраслям, производящим материальные блага. На основе этих данных я подсчитал норму прибавочной стоимости. Но я опускаю расчёт. Что у него получилось? Добыча полезных ископаемых 505 процентов. Обрабатывающие производства 143 процента. Рыболовство-рыбоводство 192 процента. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 416 процентов. Строительство 146 процентов. Правда, он обратил внимание здесь на несостыковки нашего Госкомстата по заработной плате. Но, во всяком случае, норму прибавочной стоимости он рассчитывал как фонд оплаты труда рабочих за год и соотносил знаменатели. А в числителе брал валовые грибы. Если вам не сложно эти листочки перевернуть, я не могу встать, поскольку загружен техникой. Боюсь, что они поработают. Если все листочки перевернуть пока туда аккуратненько, там должен быть расчет, который мы делали по тому, а возможно ли на отдельных предприятиях капиталисту обеспечить заработную плату на уровне стоимости рабочей силы. Ну вот мы можем посчитать, какая это пример Новороссийский морской торговый порт. Можем сейчас посчитать вместе с вами, какая у нас в этом Новороссийском морском торговом порту получается норма прибавочной стоимости. Значит, не будем брать некоторые, будем абстрагироваться от некоторых моментов. Возьмем, значит, что у нас должно быть в числителе. Прибавочная стоимость, да? Ну, то есть прибыль. Возьмем валовая прибыль, 18,3 миллиарда рублей. Знаменатель должен быть что? Фонда оплаты труда. Но если совсем брать строго, то у Марса позиция какая? Прибавочную стоимость создает труд наемных рабочих. Значит, производственного цикла рабочих. Нет, мы должны, по идее, мы должны вот из фонда оплаты, из годового фонда оплаты труда... Убрать АУ. Да, в том числе и генеральному директору убрать, и заместителей генерального директора, многих-многих. Взять только рабочих. Ну, по годовому отчету этой организации, рабочих 2200 человек. Мы не знаем, каков уровень заработной платы, потому что средняя зарплата, но, наверное, у рабочих, у докеров, ну, меньше 56 тысяч, наверное, меньше, чем у генерального директора и прочее, прочее. Ну, вот если мы возьмем 50 тысяч, умножим на 2200, так? Кто это может быстро сделать? Один, один. И умножить на 12. Чтобы годовой фонд определить. Ну, будет где-то 1,3 десяток, да? Миллиарда рублей. И вот этот фонд оплаты труда, прибавочную стоимость, 18 миллиардов, надо разделить на фонд оплаты труда рабочий годовой. То есть, мы выходим за тысячу процентов. То есть, вот получается, 40 минут где-то работает на себя докер, механизатор Новороссийского морского торгового порта, а все остальное работает на, как сейчас говорят, акционеров. Так, идем дальше. Высоцкий, Алексей Олегович, Москва. Правильный ответ. Так. Я буду тогда пропускать ответы, где правильный. Зибров, Алексей Минус, Екатеринбург. У нас широкая география. Не только Россия. Украинцев называйте города. Буду называть. Прибалтов тоже не называйте. Хорошо. Павлов АЭС, город Ленинград. Здесь присутствует, товарищ Павлов. А как вас величать? Александр Сергеевич. Замечательно, Александр Сергеевич. Вот основной экономический закон капитализма и цель капиталистического производства. Сразу видно, что Александр Сергеевич не читал ревизионистские учебники советского периода, почитал Маркса и марксистскую литературу. И очень хорошо ответил, что основной экономический закон капитализма – это закон стоимости. Руднев, Прохор, Вячеславович, Ленинград. Здесь присутствует. Тоже замечательно. Вот хорошо написал на пятый вопрос экономическая основа сокращения рабочего дня и повышения уровня реального содержания заработной платы. Ну, вообще, как мы понимаем, что принципиальное противоречие разрешить нельзя. Точнее, его неправильно. Разрешить можно только одно – устранением капитализма. Тем самым будет устранено деление рабочего дня на необходимое и прибавочное. А как быть в условиях капитализма? Ну, вот вы знаете, что противоречие – это не только борьба, но и единство противоположностей. То есть, момент единства присутствует при капитализме. Можем сказать, что момент единства интересов рабочего и капиталиста присутствует, есть при капитализме. Какое-то молчание, да? Я вот делал упор, все на противоречие, неразрешимые, сказать, противоречия. Улучшение производства капитализма должен соответствовать… Производительность труда… Совершенно верно, совершенно верно, спасибо. Дороже продать свой труд. Если капиталист повышает производительность труда, к чему это приводит? Включение объема продукции. Нет, не обязательно. Производительность труда, что характеризует? Снижается трудоемкость, можно снизить рабочие деньги. То есть, количество затрат труда, которые вложены в единицу продукции, уменьшается. Трудоемкость – это показатель противоположной производительности труда. То есть, рост производительности труда приводит к тому, что затраты труда на производство продукции у данного капиталиста на его предприятиях меньше. А в принципе товары продаются по каким-то средним рыночным ценам. Поэтому этот капиталист будет улавливать вот эту избыточную добавочную стоимость. Да, прибыль. Кому она пойдет? Ему. Ему. При каком условии? Если рабочие не потребуют. Если рабочие не потребуют. Совершенно верно. Если рабочие не потребуют, в массе пока вот еще не требуют. Но у нас есть светлое пятно. Вот я все время обращаюсь к опыту докеров. Есть такой Владивостокский морской торговый порт. Там боевая организация, профсоюз докеров. Они заключили коллективный договор. В этом коллективном договоре есть пункт, который обязывает работодателя повышать заработную плату. Двух пунктов. Первое. Чтобы она компенсировала уровень инфляции. И плюс еще сколько-то процентов. То есть тем самым вот этот эффект или та избыточная стоимость, которая получается капиталистом за счет роста производения труда, вот он вынужден часть отдать рабочим. Значит, что пишет Прохор Вячеславович? Ну, капиталист называют грамотный капиталист, который повышает производительность труда, получает свою прибыль не за счет разрушения производства, а за счет роста производительности труда. Значит, грамотный капиталист должен наращивать производственные мощности и увеличивать производительность труда. Результатом увеличения производительности будет та самая основа для сокращения рабочих часов. То есть он взял вторую сторону, вторую проблему. При высокой производительности рабочие смогут требовать от капиталиста уменьшения рабочего дня. Капиталист в итоге либо согласится с рабочими, либо, ну вот, будет борьба. И так далее. Ну, вот я привожу статистику. Вот вопрос всем. Вот классовая варьба входит в содержание заработной платы рабочих или нет? Не просто должна она, входит. Вот есть такой профсоюз МПРА в регионале профсоюза работников автомобилестроения. Вот они давали статистику оплаты труда на предприятиях крупнейших автоконцернов по странам мира по оценкам банка Morgan Stanley. Это крупнейший банк в евро. То есть вот берем крупнейшую монополию, любую. В данном случае они берут General Motors, Ford, Volkswagen, Renault. Ведь организация производства и производительность труда у них одинаковы на всех предприятиях, правильно? А не так, что в одной стороне у них какие-то новейшие станки стоят, а в другой стороне молотки, гвозди и прочее. Но при этом оплата труда рабочих совершенно на порядок отличается. Как решением суда? И все пытаются закрыть с концами? Ну да, хорошо. Давайте вот возьмем... Не знаю, ну какой. Ну вот давайте возьмем General Motors, Ford, например. Вот самая высокая оплата труда в Бельгии 39 евро в час. В Германии 30 евро в час на заводах Ford. Сколько это получается в рублях на 75, если умножить? 2,5 тысячи рублей в час. В час. Есть. Взяли на заметку, да? Дальше идем. Такие страны в Бразилии 15, в Турции 15 евро в час. В Аргентине 15 евро в час. Сколько это получится? Тысяча с хвостиком. Россия. 7 евро в час. Сколько, значит, получается? 500 где-то? 500 копеек. 500, да. То есть, соотношение заработной платы, оплаты труда на предприятиях Ford, скажем, в Германии и в России, отличается как 31,4. Вопрос почему-то. Почему-то можно вопрос? Да, совершенно верно. Вот там организованная классовая борьба профсоюзов. Прежде всего. Так, давайте. Просто в разговорах, допустим, с коллегами обсуждая этот вопрос, постоянно всплывает этот вопрос. У нас просто вопрос о их заявлении такой, что у нас плохой капитализм. Это, я разговаривал со многими людьми, постоянно разговариваешь, но когда обсуждаешь вот эти вопросы все. У нас просто плохой капитализм. Просто плохой. Вот там хороший, а у нас плохой. Вот как людям объяснить, что смысл-то не в этом, а, соответственно, смысл именно в самом понятии этом, а не в смысле плохой и хороший. Вот у них хороший, а у нас плохой. Вообще, не знаю, как донести до людей. Ну, это категории моральные, этические, конечно. Мы, так сказать, разбираем экономические. Ну, все рассказывать, вот эти все примеры, пытаться донести, что на самом деле. Не слушают вообще. То есть, это все... Продолжать рассказывать. Вот сколько, Валерий Исаатьев, мы 7 лет рассказываем, да? Значит, мало рассказываем, не очень хорошо рассказываем. Продолжать. Продолжать. Что и делать. Профсоюзы как раз где-то хороша. Давайте дальше пойдем, у нас будет время на вопросы. Своё, потом добивается. А кто-то не борется, потому что у них устраивает, наверное, так. Идет, короче, как классно. Придет время. Придет. Будут объективные условия и субъективные. Ну, вспомню Владимира Ильича Ленина. Вот он в конце 16-го года, да, в начале 17-го был еще за границей. Был где-то за границей, в Швейцарии отдыхал. Выступал, по-моему, перед студентами. И сказал, вот мам-то старикам не придется жить при социализме. А вот вам придется жить при социализме. Прошло сколько времени? Полгода, там, 9 месяцев. И совершилась революция. Так что надо делать свое дело. И все придет. Давайте дальше пойдем, а то я отстаю. Он говорил про конец борьбы, а не про наступление социализма. Он говорил, что конца борьбы, типа, они, кстати, все не увидят. А не то, что они до начала ее не доживут. Борьбы никогда не будет конца. Хорошо, давайте дальше. Газимулина, Ильяс, Ринатович, Златоуст. Все хорошо, за исключением основного экономического закона капитализма. Вот это вот. Подскользнулись многие на этом. Производство максимум прибавочной стоимости. Так. Давайте я тогда буду пропускать, останавливаться на тех проблемах и тех вопросах, которые задают. Вот Осипов Игорь Михайлович из города Обнинска на вопрос основной экономический закон капитализма, видимо, почувствовал какой-то подвох и написал следующий ответ. Основным экономическим законом капитализма является так называемый закон прибавочной стоимости. Взял его в скобки. Вот почувствовал подвох, да? Ответа не нашел, но на всякий случай дважды подстраховался. Молодец. А вот потому что он не нашел у Макса. Вот этого. А вон учебника только прочитал. А у Марса он нашел, дальше цитирует. По Марсу производство прибавочной стоимости или нажива – таков абсолютный закон этого способа производства. Другими словами, целью производства, капиталистического производства, является производство прибавочной стоимости. Вот это правильно. Так, идем дальше. Адамов Алексей Викторович, Ростовская область, станица Задона-Когольницкая. Вопрос. Вопрос по ходу занятия. Если Хрущев начал реформы, по сути, от коммунизма к капитализму, то по каким причинам стало возможным то, что он оказался у власти? А вместе с ним и другие люди, позволившие это сделать. Осознание необходимости диктатуры пролетариата, как я понял, было. Ну вот, Алексей Викторович цитирует одну работу, где говорится о том, что диктатура пролетариата – это основное положение. Давайте до конца занятия попробую ответить. Ну, что было непосредственно в голове у Никита Сергеевича, нас не должно интересовать. Что он там хотел лично? Мы должны оценить вот эти объективные действия. Объективные действия действительно привели к разрушению коммунистических основ социализма и начала переходного периода к капитализму. По всей линии. Прежде всего, в политической сфере, отказ от диктатуры пролетариата и начала экономического, так сказать, разрушения, так сказать, социалистической советской экономики, которые продолжили затем его последователи, завершили это дело. Вот откуда он взялся таким образом? А давайте вспомним, что такое социализм и откуда он происходит. Совершенно верно. Ну, понятие определения социализма. Что такое социализм? Первая фаза коммунизма. Так? Или коммунизм в первой фазе. Коммунизм является отрицанием капитализма. А в диалектике отрицание – это что такое? Это вот такое голое зряшное отрицание. Взяли, обрубили и всё это. Ушло, всё плохое ушло. Снятие судебного. Совершенно верно. То есть, не будет так, что 6 ноября по новому стилю 17-го года всё там было плохое, эксплуатация была, преступность и прочее, прочее, прочее. 7 ноября взяли власть большевики, 8 ноября всё стало хорошо. Ну, конечно, это наивность, глупость, отрицание не голое, не зряшное, а с удержанием того, что было. Вот Маркс в критике годской программы, вот он долго, видимо, подбирал нужные слова, написал следующее. Социализм – это то общество, которое только что выходит из недр капиталистического общества и во всех отношениях, в умственном, в нравственном, в экономическом, несёт следы, отпечатки, родимые пятна вот этого старого общества. Вот что такое отпечаток? Вот вы идёте по песку, оставляете свои следы, отпечатки. Это ваши отпечатки? Ваши. Но это же не вы, это что? Всё равно песок остаётся песком, но с отпечатками ваши. Отрицательные. Это называется отрицательный момент. Поэтому на первой фазе коммунизма, вот основное противоречие, присутствует противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием в нём самом, связанным с выхождением из капиталистического общества, если говорить строгими терминами научными. То есть вот момент отрицательности, он присутствует. Ну дальше. А раз он объективно присутствует, то что тогда? Он действует, идёт борьба, кто кого. Либо коммунистическая природа победит, да, отрицательность вот эту. Не пойдём дальше, так сказать, к высшей фазе коммунизма. Либо момент отрицания коммунизма в нём самом. Ну что? Переборит, не посыскать коммунистическую природу социализм и станет целым. Станет целым. Ну а носители есть и то, и другой. Если это в экономике, если внутри это в базисе сидит, есть какие-то носители того направления, другого? Конечно, есть. Вот Хрущёв со своими единомышленниками, он выступил носителями вот этой отрицательной тенденции. Её можно подругу, как ещё назвать, мелкобуржуазность. То есть в эпоху, в период социализма у нас нет ни уклада капиталистического, нет капиталистов. У нас всё вот такое, всё целое у нас, коммунистическое, красное. А вот есть отрицательный момент. Мелкобуржуазность. И вот эту мелкобуржуазность поставили во главу угла. Меня тоже интересуют вопросы. Ладно, один Хрущёв. На съезде партии все проголосовали по имеющимся документам единогласно за то, чтобы выкинуть положение диктатуры и пролетариата вместо программы партии. И по сути дела перешли к чему? К диктатуре буржуазии. А дальше уже пошло дело техники, что называется. И приступили к слому непосредственно общественно-социалистического производства. А в экономике что происходит? Вот это противоречие между коммунистической природой социализма и моментом отрицания в нём самом, оно как преломляется, проявляется в экономике. Как противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и его отрицанием в нём самом. Это отрицание как называется? Товарность. Поскольку отрицалось товарное и капиталистическое производство. Вот в 65-м году всё, все шлюзы были открыты. Вот это на товарность стали, его ставили во главу угла. Неизбежный, так сказать, финал какой? Вот этот отрицательный момент, он стал рано или поздно, чем становится? Из момента становится целым. А непосредственно общественный характер, коммунистическая природа социализма становятся остатками, родимыми пятнами. Вот сейчас, вот после уже, так сказать, становления капитализма в нашей стране, чем занимается буржуазия, правящий класс? Ну вот пытается уничтожить остатки, следы, родимые пятна коммунизма. Благополучно. Бесплатное образование, ну ещё 50-50, да, 50 на 50. Медицина ещё тоже как-то держится. А вот бесплатное предоставление жилья практически уничтожено. Вот посмотрите статистику, значит, там 80-е годы, там ещё по инерции шло, но всё-таки. Вот в 90-м году миллион триста тысяч семей получили жильё. А сейчас где-то 130-120 тысяч, то непонятно, я думаю, не по очереди. Я ещё застал, успел. Будучи молодым специалистом, приехал по распределению после армии, встал на очередь. Ровно через 7 лет мне позвонили и сказали, придите получить квартиру. Вы верите в такое? Мечта, это было, это факт. Причём встал на однокомнатную, за это время успел жениться. Ребёнок появился, мне дали двухкомнатную. Вот видите, распределение по потребностям. А был бы второй ребёнок, дали бы трёхкомнатную. Но это благополучно сейчас уничтожают. Так что вот такие дела. Делаем перерыв. Продолжаем. Комаров Алексей Алексеевич, город Тула. Заработная плата. Это денежное выражение стоимости рабочей силы. Все усвоили. У меня, у Алексея Алексеевича, возник вопрос. И я боюсь, не смогу задать его в чате на семинарском занятии, так как буду смотреть записи. Ну, просит вас ответить. Если те деньги, которые получает рабочий в месяц, например, 30 тысяч рублей, не соответствуют стоимости затрат на его воспроизводство, на воспроизводство его рабочей силы, то данная плата не является заработной платой. Ведь заработная плата – это выражение стоимости рабочей силы, а стоимость – необходимые затраты. То есть заработная плата должна покрывать эти затраты. Как тогда назвать эту плату в 30 тысяч рублей? Спасибо, пожалуйста. Можно выйти сюда? Да, может ответить. Да, может ответить. Меня высказывает. Представьте, пожалуйста. Позвался его. Очень коротко и ясно, доходчиво. Если поглубже копнуть. Цена – это что такое? Денежное выражение стоимости. А как в товарном производстве вот эта стоимость, это затраты труда, которые там лежат, сущности, далеко до них докопаться нужно, проявляют себя? Соотношение с другим товаром. Ну, вспомним. Я отклонюсь немного. Вот этот вопрос, он правильный вопрос, который задал слушатель. Он больше, кстати, вопрос или претензия к преподавателю, что мы не пошли в соответствии с логикой капитала, знаете, развертывать от начала к результату. А мы стали выдирать наиболее-таки, на мой взгляд, важный момент. Ну, и начали спотыкаться на тех вопросов, которые мы не проходили. Нет, тех не проходили. То есть, по идее, как нужно было начинать? Вот взять первую главу, товар и деньги, и начинать. Что такое товар, противоречие товара, разрешается в деньгах, за деньгами капитал и так далее, и тому подобное. Тогда мы бы последовательно по всей цепочке прошлись. А так мы пропускали важные моменты, они неизбежно всплывают по ходу дела в вопросах. Значит, в развитии вашего очень короткого, ясно-доходчивого ответа. Вот когда, давайте еще начну с другого конца. Был такой Прудон, слышали, наверное, современник Маркса, написал «Нищету философии». О, был критик капитализма, на дух его не переносил. Собственность считал кражей. А не философия нищеты. Философия нищеты. Это, извиняюсь, Маркс ответил на философию нищеты, книга «Нищета философии». Но при этом он считал, что товарное производство – это очень хорошее, до известных пределов. Вот капитал – это очень плохо. Там эксплуатация, кража, все такое. Деньги тоже плохо. А вот товар, закон стоимости, основанный на затратах, общественно необходимых затратах труда – это очень хорошо. Но что плохого в том, что, скажем, мы все товары производители. Вы произвели один товар, я другой. Мы обменяли соответственно с нашими затратами. Общественно необходимые. Замечательно. Что в этом плохого? И вот он хотел вот это плохое отделить, как бы топором отрубить деньги и капитал, оставить только товар стоимость, даже сделал попытку создать некий народный банк, где бы не было денег. А были бы квитанции рабочие, которые бы учитывали вот эти общественно необходимые затраты труда. Понятное дело, что это все не получилось. Все это рухнуло, потому что из товара неизбежно вырастают деньги, денег, капитал и так далее. То есть как происходит обмен? Вспомним, кто читал, кто не читал. Маркс после того, как выявил стоимость, рассматривает форму стоимости. Идет обратно к поверхности явлений. Их две. Вот два товара. Один находится в относительной форме, другой в эквивалентной. Стоимость товара в чем измеряется? Не в каком-то количестве общественно необходимых затрат труда, а в потребительной стоимости другого товара. Ведь деньги это что такое? Мы говорим, вот этот товар стоит такое-то количество денег. А деньги что такое? Всеобщий эквивалент. Это товар, который монопольно выполняет роль всеобщего эквивалента. Вот в чем проблема. Как выражение минного ее стоимости. Совершенно верно. То есть вот таким путем. А дальше, совершенно верно уже. То есть отклонение цен от стоимости, а цена из денежного выражения стоимости. Это есть как раз правило. А совпадение, как больше исключений. Так, дальше. Алексей Алексеевич пишет. К сожалению, в современной России капиталисты мало развивают средства производства и в основном пытаются увеличить прибавочный продукт путем увеличения времени рабочего дня или сокращения платы труда рабочим. Но если коротко, я бы еще добавил. За счет разрушения производства. Всякими путями. И за счет перекачивания в прибыль части амортизационных отчислений, о чем мы говорили. И за счет просто невыплаты. Заработной платы. Я не знаю, как вы. Многие из вас застали, так называемые, 90-е годы. Я тогда прожил в городе Великий Новгород. И застал. Был завод. Работал. Производил продукцию нужную народным хозяйством. Потом я выехал из Новгорода. Периодически, но уже реже приезжал. Смотрю, нет. Вот стоит здание. Пустые глазницы, окон. Что происходило? Путем приватизации кто-то прихватизировал этот завод. А дальше очень просто. Распродавалось сначала все, что лежит. Все сырье, транспорт, все движется. Затем, что станки, если не удавалось. Как станки, как металлолом. Затем тоже приходили сварщики, газорезчики. Все, что могли, разрезали, продавали. Все остальное оставалось. К сожалению, такая тенденция у нас сохранилась. Я вчера пересчитал объем промышленного производства по итогам уже 17-го года. В 17-м году, как говорит наша официальная статистика, обеспечен рост промышленного производства 2,1%. По отношению к 90-му году Россия на сегодня объем промышленного производства составляет 90% ровно. За 28 лет мы так и не достигли уровня РСФСР. Можно спросить? Я читал статистику, что десятки тысяч заводов закрыты, то как может 90% быть? Может быть, как сказать, учитывается сейчас что-то другое? Значит, вот других данных нет. Это раз. Во-вторых, вот буржуазная статистика, правительственный, государственный орган, как правило, что они делают? Ну, приукрашивают действительность. Они хуже будут показывать? Нет. Хуже они показывать не будут, а будут немного приукрашивать. Но других данных у нас нет. Но мы как диалектики что должны понимать? Кроме разрушения производства, так же идет процесс создания. Просто первый пока преобладает. Ведь создаются какие-то новые. По поводу, если какие 90%? Кировский завод выпускал десятки тысяч тракторов и 100 тракторов. Только там кировцы были, а здесь 100 тракторов Владимир. Есть заводы огромные, которые уничтожены, типа ЗИЛа. А можно добавить? 70 тысяч рабочих и 3 тысячи. Совершенно верно. Какие 90%? Просто тот же самый Кировский завод. Там теперь выпускают эскалаторы. А в Петербурге раньше был петербургский, или, смотри, Ленинградский эскалатор, строительный завод. А теперь хватает одного из цифров. А теперь хватает Кировского завода. Ну вот вам задание вывести на чистую воду, в гуржуазную статистику. А можно еще вопрос? А чем измеряется прирост процентов промышленности? Вот как они это считают? Просто по волну их продукта, на сколько рублей они выпустили? Вот посмотрите, вот самый первый показатель, а здесь нету, выручка. Вот по Новороссийскому морскому торговому порту выручка 24 миллиарда в 2017 году. Если, скажем, в 2016 году было 22 миллиарда, то, соответственно, имеется рост отношений в объемах к денежному выражению. Единственное, здесь надо смотреть два. Есть в текущих ценах, либо в сопоставимых ценах. Текущие цены – это без учета инфляции. То есть, производство может падать реально, но поскольку цены растут в стране, то на статистике может быть рост. Есть другие показатели, надо смотреть, статистические, которые ведут сопоставимые цены с учетом коэффициента инфляции. Или в количествах, метрах, метрах, тонна. Или тогда. Но это они делают выборочно. Сейчас они делают, но выборочно. По наиболее ясным показателям. Так, идем дальше. Давайте, то мы не успеем. Так. На секундочку. Свистунов Алексей Владимирович, Нижегородская область. Отвечал на вопрос понятия рабочая сила, стоимость рабочей силы. Сделал важное замечание. Стоимость рабочей силы, вот он, правильный ответ дает, стоимость жизненных средств, необходимых для ее воспроизводства и развития. То есть стоимость совокупности материальных благ, которые необходимы для нормальной жизни рабочего. Современные буржуазные экономисты называют это прожиточный минимум. И отсюда выводят минимальный размер оплаты труда, который явно не соответствует минимальным запросам современного рабочего. По их оценкам достаточно 11 600 рублей. Ну да, есть такое понятие, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Что такое прожиточный минимум? Ниже него что происходит? Человек умрет. Смерть. Там и одежда включена. Да, там все. Рождество в семье включает и одежду, и оплату коммунальных услуг. Но ниже его, ниже его это смерть. Так вот, до этого года у нас было еще такое понятие статистики, да вообще не статистики, а в практике минимальный размер оплаты труда. Он был ниже прожиточного минимума. Вот вроде дошло до лидеров, они сейчас уравняли, слава богу. Хотя это минимальный. Так, идем дальше. Старцева Ксения Федоровна, Москва. Замечательный ответ. Так. Рязанова Ольга Константиновна все правильно ответила. Задает вопрос всем слушателям, но вы уже ответили. Что такое норма прибавочной стоимости? Кто может еще рассказать? Ну вот оно есть. Отношение прибавочной стоимости и стоимости рабочей силы. Так. Сейчас попробую на вопросы ответить. Давыдов Алексей Сергеевич, город Курск. задает вопрос. Три вопроса. Что такое норма прибыли и как она определяется? Ну, до нормы прибыли мы не дошли. Кто-то из слушателей готов ответить? Пожалуйста. Вы нас выручайте. руки далеком упал. Опять же, Мородвинов, Евгений, норма прибыли. Это отношение капитала заложенного, авансированного производства. А если не туда можно опустить листочки? Листочки. Сейчас вот вам перевернуть. Там надо подцепить на это. Вот вам инструмент. Можно один перевернуть листочек, чтобы это не мешало. Хотя здесь... Значит, норма прибавочной стоимости. Буква П или Р? Давайте, норма прибавочной стоимости. А мы же вроде норма прибыли сейчас. Давайте. Норма прибавочной стоимости, она вот на этом веще. Запомнили все, да? Это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, к стоимости рабочей силы. Да. Норма прибыли. П штрих. П латинская. П штрих. Равняется. Так, в общем, К, вот тут К сначала лучше, а ввелик на В. И процент. А К что такое? Капитал. Это? Капиталист авансирует капитал. М плюс. Не-не-не-не-не. Это капитал. С плюс В. Да-да-да. С плюс В. С плюс В. На В. Ну вот. Чего плохо вышло? Пиши сам. Да. Мне не видно, что там. Тут у меня помарок много. Ну внизу напишите почучше. Да-да. Все правильно. Чем отличается норма прибыли от нормы прибывочной стоимости. Амортизация производства, оборудование заложено. ЦАК. Нет-нет-нет-нет-нет. Нет, это не то. Так, сейчас лунчик в конце. Не, не видно. Нет-нет-нет. Норма прибыли – это прибыль, капитал, наоборот. Все. И это все не то. Все. Значит, норма прибыли, числитель и прибыль, а внизу капитал. Зачеркните это дело. Постоянный капитал. О, терпи равен. Ну, можно так. Значит, капитал. Чем отличие нормы прибыли от нормы прибавочной стоимости? Что у знаменателей у нас появляется некая С. С – это постоянный капитал. Ну, вот давайте поставим себя на место капиталиста. Это, наверное, тяжело. Сделаем попытку. Вот как он смотрит. Мы до этого смотрели на процесс производства с точки зрения рабочего. Вот рабочий трудится, рабочий день создаёт новую стоимость, которая делится на заработную плату и прибавочную стоимость. А что в голове у капиталиста? Никакого постоянного капитала не оставлять. Нет, он бросил в производство для организации производства. Что он только, заработную плату заплатил? Нет, он вложил. Вложил в постоянный капитал, в средства производства. Станки, здания, сооружения, инфраструктуру и так далее. И в результате функционирования средств производства и рабочей силы он получил некоторую прибавочную стоимость или прибыль, точнее. И вот он соотносит эту прибавочную стоимость, прибыль, ко всему авансированному капиталу. Вот K – это весь авансированный капитал. Ему выгоднее сделать этот K, чтобы больше было, меньше. Отсюда вывод. Оттуда C он будет занижать. Ну, понятно. Отсюда вывод принципиальный. Вот мы иногда говорим «прибыль», а иногда «прибавочная стоимость». Я специально не акцентировал внимание. Это разные экономические категории. Но они отличаются по содержанию. Что такое прибыль? Прибыль – это превращенная, даю полное, так сказать, название. Прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированного капитала. То есть, вот там в сущности прибыль. За прибылью стоит прибавочная стоимость. Правильно? Но это превращенная форма. Не извращенная, превращенная форма. Потому что она выступает как порождение всего авансированного капитала. И вот с точки зрения капиталиста, в голове капиталиста, он бросил в производстве весь капитал, получил прибыль. Вот эта прибыль выступила по рождению в его голове всего капитала. Хотя, если копнуть поглубже в сущности, это прибавочная стоимость, создаваемая трудом наемных рабочих. Но поскольку рабочая сила тоже товар, для него это часть вложений. Так получается? Для него для кого? Для капиталиста. Ну конечно. Так без рабочей силы он не может организовать производство. Он рассматривает это как одну часть. за трат своих. Да, совершенно верно. А вот если дальше идти, в голове капиталиста нет разделения капитала на С и В, на постоянные перемены. А есть разделение на основной оборотный. Вот основной капитал. Это капитал, вложенный в средства производства, скажем, который работает там много лет. А оборотный капитал, это тот, который нужно постоянно возобновлять. А в оборотный попадает и заработная плата. Стоимость сырья. Совершенно верно. Стоимость сырья, оплата электроэнергии, газа и прочее, прочее, прочее. То есть видите, насколько все напутано, нагромождено. Специально сделано так. Отношения непрозрачные. Вот требуют сейчас, чтобы прозрачные отношения были при капитализме. А здесь мы совершенно непрозрачные. А потом, когда будете читать третий том, вы выясните, что и прибыли-то и нет на поверхности явления, а и средняя прибыль. Она вообще делится между капиталистами. Но это у нас уже другой вопрос. Так, вот слушай, я задал три вопроса. На первый вопрос только ответили. Вопрос второй. Каким образом должно быть организовано производство, дабы ликвидировалось в присвоении чужого труда? Ответ короткий. Совершенно верно. Социалистическое непосредственно общественное производство или советская экономика. Третий вопрос. Производить рабочую силу это означает создавать необходимую стоимость для продолжения жизни. Ну, во-первых, производить рабочую силу такого понятия нет. Есть воспроизводство рабочей силы. Воспроизводство рабочей силы. Какие-то такое. Ну, что-то стоимость рабочей силы. Давайте вспомним еще раз. Затраты необходимые для нормального. Стоимость средств существования рабочего для воспроизводства самой рабочей силы. Совершенно верно. так, давайте посмотрим, что еще. так, вопросов нет. Более ста работ удалось проверить. Работы замечательные в целом. Ну, вот, такие были вопросы. Похоже, мне полчаса только листать. сейчас, секундочку, было отмечено. Ну, вот, заработная плата. Вот, поспорить. Марат Валерьевич Дьяченко. Заработная плата. Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника сложности, количества, качества и условия выполняемой работы, а также компенсационные стимулирующие выплаты. Это трудовой кодекс Российской Федерации. Совершенно верно, да. Это, скорее всего, из трудового кодекса взято. 119. Закон. Давайте вспомним общее понятие. Закон это что такое? Ну, или по-ширюзим, право, да? Воля господствующего класса возведенная. Закон. И это вот поверхность явлений. На поверхности явлений экономических, буржуазных, заработная плата выступает как что? Стоимость. Нет. На поверхности явлений. Плат, вознаграждение за труд. Цена труда, кто-то правильно сказал. Цена труда. И вот, да, буржуазные законы это говорят. Хотя мы разбирали на прошлом занятии, кто может сказать по сути своей заработной платы. Это что такое? Денежное выражение. Денежное выражение, стоимость и товар, рабочая сила. Совершенно правильно. Так. Так, у нас отсутствует мало времени. Наверное, надо поспрашивать их присутствующих. Значит, понятие капиталистического производства. Мы уже освещали сегодня. Оно вызвало трудности у вас. Основной экономический закон капитализма. Есть такие... цель. Это еще создание капитализма. Значит, кто может сказать еще раз основной экономический закон капитализма. Это какой закон? Закон стоимости. А вот то, что писали в учебниках СССР, некий закон прибавочной стоимости. Во-первых, такого закона нет, а есть цель производства прибавочной стоимости. Или нажива. Движущий мотив или определяющая цель Марш запишет. Возможно, больше он в возрастании капитала нет. Марш запишет. Возможно, больше он в возрастании капитала. То есть он больше происходит при большом стоимости. Филиппов Александр Борисович пишет. Все правильно. В целом, ну, надо к чему-то придраться. Рабочий день при капитализме ничем не ограничен, кроме закона. Измеряется в часах. Вообще, чем рабочий день ограничен? Физическими возможностями, например. Ну, в сутках только 24 часа. Вот, совершенно правильно. Максимально. 25 часов нет, поскольку нет сутка. Были бы... Это уже другие сутки. Было бы 25 часов в сутках. Тогда было бы 25. Конечно, ограничено 24 часами. Хотя, история показывает, что вот вы совершенно правильно сказали, некоторые физиологические возможности. Мы знаем историю. Вот, кстати, вам цифры. Вот, поскольку здесь была, так сказать, принятая, так называемая, пенсионная реформа, которая, по сути дела, просто людей отнимает деньги, заставляет работать. Вот у профессора Золотова, Александра Владимировича, была статья, она опубликована в интернете, по поводу пенсионной реформы. Он там приводит цифры из некоторых изданий. Значит, раб в Древнем Риме за свою жизнь отрабатывал на рабовладельца уже 84, извиняюсь, 80 тысяч часов. Ну, жизнь, понятно, была в той времене, там, не более 30... За всю жизнь раба? 35 лет. 35 лет. Вы можете посчитать. Расчет 24 на 7. Сейчас. Вот раб отрабатывал за всю свою жизнь, короткую, 80 тысяч часов. 80 тысяч часов. Можете взять как калькулятор, посмотреть, сколько там был рабочий день, да? 14, 16 часов. Ну, вот эта цифра, 80 тысяч. После того, как вот принят закон, Дума приняла, Совет Федерации утвердил, президент подписал. Значит, наши пенсионеры будут отрабатывать в течение своей жизни на капиталисты на хозяина 84 тысячи часов. Больше, чем длительный. Больше. Ну, понятно, ну, абсолютно. То есть, больше, чем рабы древнего. Здравствуй, это рабовладельство наше след за будущее. Да. Получается, 6 часов в тени на работу. Ну, вот тоже непонятное высказывание у Александра Борисовича. При капитализме нет никакой нормы прибавочной стоимости. Чем больше, тем лучше. Она лишь ограничена способностью к труду наемных рабочих. Я, честно говоря, не понял, что вы сказали. Он вложил в слово норму планирование. Не коэффициенты, а планирование. Ну, может быть, да. Наверное, так и есть. Так, что у нас еще остается? Осталось совсем немного. Значит, география наша. Ставрополь, Череповец, Краснодарский край, Буэнос-Айрес, Сидней, Австралия. Ульяновск, Екатеринбург, Саратов, Курск, Калининград. То есть вся Россия. Санкт-Петербург. Так, у нас осталось немного времени. Давайте так. Какие у вас вопросы возникли при написании ответов на контрольные вопросы на заданиях? Кто-то хочет выступить в развитии темы? Скажите, а на этот вопрос мы сегодня не полно ответили? Вот смотрите, мы рекомендовали давать ответы на одной страничке. Поэтому они в любом случае будут короткие. Но коротко тоже можно ответить, как вы, так сказать, очень хорошо ответили на первый вопрос. Коротко и ясно. А что касается экономических оснований или основ оснований повышения, сокращения рабочего дня и повышения реального содержания уровня заработной платы, то ответ один – это рост производительности труда. Почему он происходит? Мы можем только повторить. Рост производительности труда к чему ведет? К сокращению рабочего времени, которое входит в единицу продукции. Либо, как вы правильно сказали, это насчет трудоемкости. Снижение трудоемкости. Это снижение затрат труда в единицу продукции. Противоположно. Противоположно, совершенно верно. Что происходит при росте производительности труда? Да, я приводил пример в отношении докеров Владивостовского морского торгового порта. Если капиталист… Ну, не капиталист, конечно, в прямом смысле повышает производительность труда, но он организует этот процесс. Он достаточно сложный, надо новую технику покупать, организовать производство. Но в итоге он получает избыток по отношению… Избыточный добавочный доход. Который, в случае, скажем так, организованной борьбы рабочих, может как-то поделиться. И вот рост производительности труда может привести либо к повышению заработной платы, либо к снижению, сокращению рабочего дня. Да. Но, как правило, все это отнимается. Просто повышение производства. А если не организовывать, то… Просто повышение. Аргумент очень простой. Было две тысячи человек, стало восемь. Словно, по-моему, вы работали. Да. Ребята, мы вам платим… Да. Либо… Либо капиталисты идут массово таким путем, когда выкидывают ненужных, лишних людей на улицу. Поэтому, вот, возвращаясь к организованной борьбе, есть другой пример. Это… Санкт-Петербургский морской порт. Стивидорная компания. Первый контейнерный терминал. Вот они уже, наверное, второй десяток лет ведут организованную борьбу. Имеют коллективные договоры, которые на сегодня, вот, по нашему общему мнению, являются одним из лучших коллективных договоров. Вот у них предстоит скоро работа, скажем, по перезаключению. Вот они ставят какие ключевые вопросы? Вот на первое место, и это была рекомендация Российского комитета рабочих, который прошел в октябре месяце в Нижнем Новгороде. Это вместо учета мнения профсоюзного органа по вопросам найма рабочей силы, увольнений, сокращений, согласования. Ну, принципиальное отличие. Что такое учет мнения? Мы послушали и сделали. Совершенно правильно. А вот согласование – это уже более сильно. А это один из ключевых вопросов наряду с заработной платой и сокращением рабочего дня. Да увольнений. Это вообще на первое место надо ставить. Уволят всех, какая там заработная плата, какой там сокращенный рабочий день. Просто не будешь работать. Вот такой пункт у них был и рекомендации всем другим, в том числе. Так, какие еще вопросы у Вас? Просто в капиталистическом производстве есть такой момент, что сами работники начинают думать о том, как усовершенствовать, как самим усовершенствовать. То есть, как бы заменяют свою работу капиталистом, потому что это он должен, это его обязанность сделать. Соответственно, улучшать производство. Поменяют своим желанием это сделать зачем-то. Вот непонятно, почему это происходит. Работать меньше хочется. А что значит работать меньше хочется? Больше не будешь получать, он же платит. Он же столько, он же получает зарплату, он больше не будет получать. Он зарплату свою получает, по договору, ну и как. Он занимается подвоевым трудом. Вот желает нам сюда выйти. Психология такая, что ему этот сам труд для себя лучше облегчить, ввести какие-то новшества. Почему и говорят, что это прогрессивный класс? Он за это ничего не получит. А он думает не о себе конкретно. Он уже ошибается, он дает наличие. Ну вы уходите от экономических вопросов и в области психологии и прочее. Мы пока это оставляем в стороне. Так, давайте, наверное, заканчивать, дорогие товарищи. Значит, впереди еще большой путь. Значит, мы встречаемся в феврале месяце. Я настоятельно рекомендую, чтобы капитал Маркса стал настольной книгой каждого сознательного рабочего. На настольной книге раза четыре надо его перечитать. Лежать там. К нему надо возвращаться. Задача, да, настольная книга. Там даны ответы на вопросы нашей жизни. Хорошо, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.